Несколько часов назад местный испанский телеканал сообщил печальную новость о легенде 90-х российской певицы Натальи Игоревне Витрицкой. Российская прима зажигала танцпола 90-х, но со временем слава угасла и она переехала на постоянное жительство в Испанию. Наталья Игоревна по праву считается одной из самых красивых российских певиц. В свое время она разбила немало мужских сердец и покорила известных мужчин, таких как Женя Белоусов, Дмитрий Маликов и Павел Смеян. Ходят легенды, что еще в 90-е годы прошлого столетия известный российский бизнесмен предложил Наталье полмиллиона долларов за одну ночь, проведенную вместе. Однако в свои 57 лет Наталья Витрицкая вновь одна. Избалованная мужским вниманием, она оставила всех своих четырех мужей. Даже брак с красавцем Женей Белоусовым продлился всего лишь три дня. Однако два месяца назад жизнь Натальи Витрицкой круто изменилась. Она познакомилась с 30-летним испанским фитнес-тренером. Загорелый мачо покорил сердце российской певицы и у них начались романтические отношения. Но перед личным счастьем певицы возникла неожиданная преграда. Дочь Натальи – 18-летняя Ульяна. Наталья Игоревна еще раньше признавалась, что никогда не хотела иметь детей. Видимо, еще на уровне подсознания у певицы не сложились отношения со своей дочерью. Ульяна еще в юном возрасте не раз уходила из дома и жаловалась в социальных сетях на плохие отношения с матерью. Но то, что произошло сегодня, просто шокирует. Вот уже более двух недель, как испанский тренер и Наталья Витрицкая счастливо стали жить в особняке российской певицы. Однако прима российской эстрады стала замечать, что ее новый друг обращает пристальное внимание на ее дочь. Ульяна хороша собой и в свои 18 лет заставляет сжиматься мужские сердца. Стало известно, что еще вчера вечером Наталья Игоревна, придя домой, застала своего друга вместе с дочерью. Они вместе занимали спортом и выполняли физические упражнения. Однако Витрицкой это очень не понравилось. Стало известно, что строгая родительница закатила скандал и, выгнав свою родную дочь, отправила ее в пансионат для одаренных девушек. А как бы поступили вы, уважаемые зрители?